Голосование депутатов по выбору нового главы Владимира прошло без неожиданностей. В Оранжевом доме названо имя нового мэра областного центра. Его выбрали на заседании Совета народных депутатов среди трех кандидатур. Причем главный фаворит на новую должность глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов пришел на заседание Совета после своих конкурентов. Одним из первых слова взял председатель комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Татьяна Адулова. Проведенным комиссией анализом все три кандидата признаны соответствующими требованиями законодательства к замещению должности главы муниципального образования. Наумов Дмитрий Викторович, Наумов Андрей Николаевич, Рукунов Владимир Владимирович. Напомним, 10 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Владимира. Изначально на кресло городоначальника претендовало не трое, а пятеро кандидатов. За день до проведения конкурса с дистанции сошел в Рио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов. А уже после проведения отбора свою кандидатуру решил снять заместитель председателя Заксобрания области Роман Кавинов, который позже обосновал это решением губернатора Авдеева и председателя Заксобрания Киселева. Затем стало известно, что президиум регионального политического совета «Единой России» решил поддержать в качестве нового городоначальника областного центра именно Дмитрия Наумова. Причем региональное отделение партии власти возглавляет губернатор Александр Авдеев. А горсовет полностью состоит из депутатов-единороссов. Так что им, судя по всему, оставалось только формализовать уже принятое решение. Первым перед депутатами выступил Андрей Наумов. Его выступление длилось 20 минут. Цель основная – это гармоничный город и качество жизни. Здесь несколько факторов. Комфортная и доступная городская инфраструктура, высокая транспортная доступность, доступность сервисов и услуг, качество единообразия предоставляемых муниципальных услуг, благоприятная для человека экологическая обстановка. Позже депутаты стали задавать кандидату вопросы. В ходе ответа на один из них выяснилось, что претендент в мэры ничего не знает о бюджете города. Нет, я не знаю, какой бюджет города и какой дефицит. Главный же претендент на пост мэра выступал перед народными избранниками дольше – 29 минут. В своем выступлении Дмитрий Наумов сделал упор на развитие комфортной жизни в городе. Задача администрации и органов местного самоуправления, она, наверное, заключается не просто каким-то любыми путями удержать людей, а создать условия для того, чтобы людям хотелось работать здесь. И самое главное – создать условия для того, чтобы другие люди хотели приехать к нам. Примечательно, что в своей речи Дмитрий Наумов, видимо, решил опереться на губернатора Александра Авдеева. И, по сути, озвучил уже сказанные главой региона слова на экономическом форуме в сентябре этого года. Сравните сами. Не только заработная плата, не только наличие свободного рабочего места, не только появление предприятия мотивирует человека переехать, работать в тот или иной город. Или остаться. Не дорабатываем в части предложения людям той среды, в которой они желали бы жить. Позже депутаты начали задавать кандидату вопросы. Эта часть растянулась еще на полчаса. Так что всего перед трибуной Дмитрий Наумов находился дольше всех. Почти час. Один из депутатов поблагодарил претендента за выступление и назвал его программу развития города, цитата, «приземленной». Последним перед горсоветом выступил представитель ЛДПР Владимир Рыкунов. Его выступление оказалось самым коротким и продлилось всего 14 минут. Среди прочего кандидат выступил за запрет точечной застройки Владимира. По поводу точечной застройки. Ее надо запретить. Это уродство города, в мой взгляд. Потому что как только появляется место, туда втыкают многоэтажку. Город, здесь место, если у нас есть с вами земля свободная, то там должен появиться спортивный объект, торговый центр, площадка детская, спортивная площадка. Затем депутатам предложили проголосовать. В результате единогласным решением, как и ожидалось, избранным мэром Владимира, стал Дмитрий Наумов. Кто за данную кандидатуру? Прошу голосовать. Кто за? А буквально через несколько минут в телеграм-канале губернатора Александра Авдеева уже появилось поздравление с избранием. Дмитрий Викторович приходит во Владимир с большим опытом руководства муниципалитетами разных уровней и свежим взглядом на развитие областной столицы. У меня вызывает доверие его разумный, спокойный, сбалансированный подход к работе. Правда, сам Дмитрий Наумов скромнее оценил свой опыт работы на муниципальной службе. Об этом он рассказал журналистам уже после избрания. Конечно же, может быть, в рамках своего возраста я еще не обладаю полным опытом того, что бы я хотел сделать, но я больше чем уверен, что те задачи, которые стоят перед нами, мы будем реализовывать вместе. Поэтому еще раз всем спасибо. Я думаю, что у нас должно все получиться. Теперь остались формальности. 17 ноября должно пройти заседание депутатов Гороховецкого района, и Дмитрий Наумов покинет свое прежнее место работы. Как подчеркнули в городской администрации, избранный мэр Владимира приступит к выполнению своих обязанностей только в понедельник, 21 ноября.